Ребят, всем привет и доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о советской колеблющейся блесне шторлик. Итак, поехали! Шторлик наряду с такими блеснами, как атом, сенеж и почка, является одной из лучших советских колеблющихся блесен. И в настоящее время, несмотря на свой почтенный преклонный возраст, эти блесны пользуются стабильным спросом как у спиннингистов, так и у хищника. Что касается истории возникновения данной блесны, то здесь все очень и очень неоднозначно. Принято считать, что это советская колеблющаяся блесна. Но только лишь одно название шторлик уже говорит о том, что не все здесь так чисто. Данное слово, либо же славосочетание, созвучно с немецким штольверк, что обозначает завод, расположенный в пещере. Возможно, в начале 20 века данная блесна все же была скопирована у немцев. Хотя изображения блесны с подобными очертаниями встречаются в книгах конца 19 века. Поэтому однозначно сказать, когда именно возникла такая форма, такая блесна, я думаю, не получится. Но не это важно. Важно то, что блесна продолжает работать и радовать спиннингистов. Чем же так примечателен шторлик? Во-первых, тем, что он имеет абсолютно простейшую форму. Это довольно широкая блесна, которая сужается к головной части, расширяется к части задней. Изгиб у нее довольно плавный. Но благодаря именно такому изгибу на проводке она имеет очень-очень мягкую, размашистую игру. Как раз такую, которая им нравится щуке. Я нашел первую такую блесну у себя на даче на чердаке в папином советском наборе колеблющихся блесен. Многие из них так и не разловлены, но это абсолютно не про шторлик. Шторлик достаточно повести простой, неспешной, равномерной проводкой. И, как правило, щука на него отзовется. Поскольку блесенка имеет широкую форму, то она, во-первых, подходит для ловли на стоячих водоемах, либо же на водоемах с медленным течением. А, во-вторых, для ловли на относительно неглубоких местах, поскольку заглубляется она довольно медленно. И, в принципе, при паузе в проводке она не уходит камнем на дно, а продолжает планировать переваливаться сбоку на бок и остается привлекательной для хищника. Таким образом, мы используем либо равномерную проводку, либо же проводку с паузами. Паузы значительно увеличивают количество поклевок. А вот под твичивание данная широкая блесна не любит. Для ловли твичингом лучше подходят узкие колеблющиеся блесны, имеющие S-образную форму. Конечно же, найти эту приманку в разных цветах не получится. Те блесны, которые дошли до нас со времен Советского Союза, имеют, как правило, серебристую, либо золотистую расцветку. Если вы где-то раздобыли такую блесенку, то ни в коем случае не игнорируйте ее, а поставьте на карабин своего поводка, отправьтесь на рыбалку. Конечно же, если основным объектом является щука, то очень велика вероятность, что вы эту щуку поймаете. И в принципе, шторлик станет одной из ваших любимых блесен. Ну а если вы хотите попробовать эту приманку в деле, но именно советскую блесну найти не можете, то в настоящий момент существует довольно большое количество реплик. Самые известные из них, это, конечно же, во-первых, спинник-спайк, которая полностью выполнена по лекалам советского шторлика и отличается только лишь качеством изготовления, качеством фурнитуры. Хотя, конечно же, родная советская фурнитура еще хуже, чем фурнитура на пайке. Известна такая блесна также под названием Гном и под названием Дам ФЗ. В любом случае, найти реплику шторлика не составит никакого труда. Так что блесна шторлик остается тем артефактом, который даже спустя многие годы после своего рождения способен ловить хищника. Если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также переходите на наш сайт, ссылка на который будет в описании. Всем счастливо!